Привет, ребятки! Я вам уже показывал, что я немного пиликаю на скрипке. Точнее, играю на бас-гитаре. Сейчас поеду в магазин, тут один называется Wood Brass, где продаются, ну такой топовый магазин в Париже, где есть все инструменты и все аксессуары к ним. Мне нужно купить, ну пока еще не знаю, либо куплю себе бас-гитару, либо куплю себе струны. На месте сейчас посмотрим, покажу вам, что там есть, какие цены здесь. И если будет время, я... Смотрите, потерялся котик. Кота зовут Карамель, который потерялся. И так, и после этого я поеду в парк один. Если будет время, конечно. Потому что сегодня репетиция, сегодня суббота. А в субботу всегда репетиция. Так, как обычно, подходим, открываем наши зеркала. Чик. И все, едем. Ну и еще проверить, что как бы... Еще нужно проверить, целые ли окна. Потому что бывает такое. Ну что, так вот, если получится, я заеду в парк. Парк прикольный, называется Парк Дессо. Это на юге... Где-то, наверное, километров 30 от Парижа на юг нужно ехать. И сейчас поеду на Порт-де-Пантан. Там есть этот магазин, который я рассказывал, да. Посмотрю, что там, как там. Какие цены. Потому что я смотрел у них в интернете. Там, в принципе, выбор... В интернете выбор большой. Но интернет интернетом. А я хочу почувствовать... Хочу посмотреть гитары вживую. И даже попробовать что-нибудь сыграть. Плохо, что я один, потому что никто не сможет мне подержать телефон. Но что-то придумаю. Ну что, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Очень много этих деревьев. Целая такая вот поляна. То есть вокруг... Вокруг только такие деревья. И нужно поймать тот период, когда они начинают свистеть. Сейчас, получается, 7 апреля, если я не ошибаюсь. Что-то в датах я запутался. Ну да, вроде бы 7 апреля. И именно это время, когда все тут просто цветет. И тут куча, куча людей. И что интересно, что очень много азиатов. Китайцев, я имею в виду. Супер место для парковки. Конечно, тут никто не останавливается. Но я буквально на пару минут. Так что, надеюсь, не получу штраф в размере 35 евро. Или даже больше. И что все будет окей. И как они сюда заезжают, интересно. Вот это супер вопрос. Иногда есть такие места, что не понимаешь, как они сюда заезжают. Тут же тут ограждение. Там спереди тоже. Там шлагбаум. Это тот магазин, о котором я говорил. Вот раз. Здесь у них много отделов. Не знаю, есть ли тут инструменты. Тут вижу духовые всякие. Трубы. Но мне трубы не нужны. А гитары, скорее всего, это в другом месте. Все-таки гитары находятся в другом месте. Здесь вот такая улица, где больше людей ходят. И, конечно же, гитара – это более популярный инструмент, чем трубы. И нужно его выставить на витринах, где много людей. Ну, естественно. Если ты шаришь в маркетинге, то это лучший вариант. Да, ребят? Согласны со мной? Гитар тут, конечно, очень много. Зайдем посмотрим. Гитары тут, конечно, есть разные. Самое дешевое, что я заметил, это было за 80 евро. Самые дорогие, вроде бы, самую дорогую видел 3000 с чем-то. Вот интересная гитара такая. Стоит... Сколько она стоит? 675 евро. Вот. Это как бы такие классические. Классические корды. Мягкие струны. Мягкие струны. И, конечно же, и кулели без этого никак. Цены на них стоят 99 евро, но есть, конечно, и вообще микро по 39, например, такая вот 39 евро. Здесь акустика, конечно, стоит подороже. Вот, например, вот эта гитара стоит 4679 евро. Неплохо. Это сколько стоит? 2289 евро. Нормальная гитарка. Ребят, вы не представляете, какой здесь крутой запах? Это мега. Да. Если будете в Париже, приезжайте сюда, в это место. Называется Парк Дессо. Вот так вот. Заходите в гости. Ну вот, наконец-то, нашел я бас-гитары. Мне интересны, конечно, пятиструнки. Вот такие вот. Стоит она 199 евро. Вот это вот более-менее интересно. Ну-ка, эта она большая слишком. Вот эта четырёхструночка прикольная, но что-то мне не очень. Такой дизайн стилей какой-то... В стиле скрипки что-то такое. Так, пятиструнка. Вот это такая ничего, кстати. Симпатичная. Нужно ее попробовать. 319 евро. Вот это нужно пробовать гитарку. Сегодня я еду играть в теннис, пинг-понг. Это не просто игра, а это благотворительная игра. То есть все финансы, которые были собраны, будут отправлены детям в Непал. Странный фильтр у меня. Хей-хей-хей-хей. Ну что, мы приехали. Вот это место, ангар или гараж. Ну, на самом деле, это спортивный какой-то комплекс. Здесь вообще в каждой мэрии, в каждом городе есть такие вот комплексы. Здесь сразу же и поле есть теннисное, корт я имею в виду. И вот какой-то ангар. Туда мы и пойдем. Взял вот эту гитару. Она стоит 538. Здесь есть куча всяких настроек. Посмотрите. Есть буст, есть нек, мэкс. Ну, короче, все. Даже есть актив, пассив. То есть она может быть и пассивной, и активной. Это очень круто. Ну, и внешний вид ее, конечно, такой симпатичный. Симпатичная гитара. Ну что, послушаем меня. Здесь все, что угодно. Тэквондо, тренажерка, сальдо-теннис. Еще есть большой теннис, какой-то кросс. Все наши? Ку-ку, мэн. Здравствуйте. Артур, здравствуй. Да. Приветствую. Распишитесь, Господь? Господи! Ну что, мы на месте. Вот я не знаю, кто такой индиотин. Я не знаю, кто такой индиотин. Мы только 5. У нас уже 5. У нас уже есть он, он будет играть. Он играет играть, да? Он играет играть, да? Через несколько минут мы начинаем наш чемпионщик в мире. Но эти вот пацаны, конечно, веселые, ребята. Может быть... Подписывайтесь, это флайблок. Флайблок. Короче, пиарит свой канал уже. А этот... XNRZ. А у тебя тоже есть канал? Будет в списке. У тебя инстаграм есть, да? Описание будет. У этого тоже есть инстаграм. А да, и подписывайтесь на инстаграм. Ярославфристайл... Нет, ЯрославАКН88. Взял еще одну гитару из такой же серии. Тоже вот есть свитчер, активная либо пассивная. Только уже 4 струны. Но все же я ищу пятиструнку. Взял протестировать такую гитарку, электро. Конечно, я не гитарист. Но вот цена. 1349. 1449. Играет музыка Смотрите, сколько здесь всяких примочек, педали и так далее. Царство педалей. И вон еще здесь, даже внизу есть. Все собрались играть в теннис, но вышел новый Марио, и ребята уже зависли, потому что Марио это тема всех поколений. Начали! Самое главное условие мира выступают только любители. Поэтому как можно себя чувствовать комфортно? 5 групп. Одна группа для детей это Е. А, Б, С, Д это группы взрослых. В каждой группе по 5 человек. То есть каждый играет с каждым. И записываются результаты здесь. То есть сейчас я в группе С. У меня С-5. То есть я буду играть. В итоге получается, я один раз проиграл и два раза выиграл. Ваня, сколько ты раз выиграл? Я хочу сказать. Окей, значит Ваня не хочет говорить. М-Ю-Р-Ц-И. Куда пойдут денежки, то есть фонд, который мы собрали? Денежки пойдут для деток, которые очень-очень хотят учиться. Где? В Непале? Я не знаю. Сюда? Деньги пойдут детям Непала? Да. Это один евро, это один денючок для одного человека, для одного ребенка. Это там детский дом, я знаю, да? Приезжала ситера, которая служит там. Она миссионерка, вот в ней была проявленная миссия сети, чтобы помочь им, собрать свои деньги, чтобы поучаствовать. Ну все, ты отыграла, ты проиграла, выиграла, где ты сейчас? В какой группе? Ну я проиграла, получила удовольствие, я выиграла только одну партию, конечно, и сила. Ну и за это, слава богу, надо быть довольным. Ура! Все здорово, тогда мы идем, так кто у нас, у нас получается, у нас здесь получается 23 человека, да, или 25? Я не знаю, здесь. Вроде бы, вроде бы, вроде бы здесь 25 человек и две девушки, то есть и вы в разных группах, да? Мы в разных группах. Окей, здорово. Есть. Может, кто-то одна из вас выйдет в финал? Нет, 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 нет. Все, женский пол, в этом смысле слабый пол, но в других вещах преобладает, конечно. Мне не нравится. Как так? Это очень хорошо, как это сделать. Эх, ну что ты делаешь? Ты делаешь? Ты делаешь, как ты делаешь? Те, что ты делаешь? Гнопряженная? Да. Да. Значит, ребята, в группе своей занял третье место. Да, Саша? 14. Вот, он подтверждает, да? Ты полностью подтверждаешь, что я занял третье место. Или нюб. Я не был как-то. Но я думаю, что они последние. Я тройзем. Двадцать лет. Я знаю. Первый, я думаю, что это Тон Пэр. А потом это Киев. Теперь это Тон Пэр. Я пойду маме расскажу. Наконец-то я доехал до этого парка. Парк известен тем, что это историческое место. И здесь есть вот такое шато, замок. Каждые выходные, суббота, воскресенье, есть какие-то свадьбы. Так что там говорить, мы тут и нашу свадьбу делали. Ну, точнее, не делали, а мы тут делали фотосессию. Впервые увидел невесту-мусульманку. И у них же, ну, как обычно, есть эта бурка ихняя, да? Ну, эта штука, короче, платок, которым они покрывают свои волосы. И вот невеста вся в белом, и у нее такой белый поток на голове. Это сильно. Ну, такие обычаи, нужно это принимать. И у нас такие, у них такие. Все мы разные. И у нас такие. 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 Да. Вот так вот. Обязательно лайк, комментарий и поделиться видео. Ребята, всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!